Саран-саран, с вами Реран, и это дайджест Кейпоп Новостей. Анонс, в принципе, к нему я уже публиковала в Телеграм-канале, поэтому многие вата знают, о чем пойдет сегодня речь. Плюс-минус, да? Конечно же, это Бан Ши Хёк и девочки, также заявление сотрудницы Би, выдвинутой против Мин Хи Джин, которая не так давно себя пробовала оправдать после расследования Диспатч. Еще у нас появился предположительный процент алкоголя в крови Юн Ги, но вместе с этим есть и всякие разные другие новости, не только касательно хайп, так что об этом и кое-чем другом прямо сейчас будем говорить поподробнее и полетели. Прежде всего, хочу начать с Рин Джуна, это участник группы NCT. Напомню, что некоторое время назад он взял перерыв по состоянию здоровья. SM Entertainment сейчас рассказали, что он возобновляет свою деятельность частично. В запланированном американском сингле, который называется Rains in Healing, он примет участие непосредственно в контенте. Тем не менее, его состояние еще не настолько улучшилось для того, чтобы он принимал участие во всей остальной более активной деятельности, просят отнестись с пониманием. Люди почему-то обсуждают не это, а говорят, а подождите, он разве извинился после того инцидента, когда он обнародовал номер телефона человека, обвинив его в сосенстве, а тот оказался не сосеном. Мы с вами рассматривали этот случай непосредственно в новостных дачастах, не буду на этом останавливаться. Тем не менее, хочется напомнить, вообще-то да, извинился, и SM Entertainment в том числе тоже извинились. Рин Джуна, конечно же, с возвращением. Я надеюсь, что он действительно достаточно здоров для того, чтобы возобновить свою работу. Ким Йе-Джи, та самая сенсационная стрелок, которую мы с вами немножечко обозревали ранее в выпуске, посвященном исключительно азиатам в Париже, да, вот за свою крутость она получила всемирную известность. Сейчас вот такие новости грянули, что во время пресс-конференции она потеряла сознание. Сказано, что у нее начались судороги, и более того, на месте ей провели легочно-сердечную реанимацию, то есть, по всей видимости, там шла речь об остановке сердца или предположительно, да, по крайней мере, люди сочли так. Естественно, была вызвана скорая, но, к счастью, девушка пришла в сознание уже спустя 10 минут, и сейчас на данный момент времени ни она, ни ее представители не высказались по этому поводу. Я надеюсь, что это, конечно, какой-то единичный случай, переутомление или что-то такое, потому что я каким-то образом уже успела к ней проникнуться, не знаю почему, да и вообще, в принципе, чисто по-человечески переживаю. По поводу ситуации вокруг Юнгии, давайте сразу отстреляемся по ней. Значит, за вот этот промежуток времени, с последнего выпуска, что произошло? Во-первых, Big Hit Music опубликовали большое объяснение с извинениями, дескать, дезинформировали общественность. По поводу, во-первых, транспортного средства, на котором ехал Юнгии, я напомню, что они назвали его кикбордом. Я вам переводила уже сразу как скутер, потому что я уже говорила, что там есть определенные сложности перевода. Тем не менее, в корейской версии, да, действительно, я видела, что они говорят кикборд, и уже тогда задумываюсь, блин, полиция говорит про скутер, про кикборд, ну, мол, ладно, хорошо. Поэтому авиата, в принципе, не оказались дезинформированы этим заявлением. В принципе, все, что я вам тогда изложила, это было, скорее, со слов уже непосредственно полицейского участка. Но вот Бекит Мьюзик как раз-таки обвинили за упоминание кикборда вместо скутера, а также за упоминание ситуации, дескать, она была разрешена, но, в общем-то, как-то подавалась информация таким образом, как будто бы штраф заплатил, все порешалось. И Бекит Мьюзик говорят, что мы были не в курсе, что еще ведется расследование, мы думали, что оно на самом деле уже завершено, и когда мы называли транспортное средство кикбордом, мы что-то подумали, что это был он. Оказывается, есть определенные там технические какие-либо сложности, и что это было на самом деле, пусть разбирается следствие, нашей целью не было преуменьшить сам объем происходящего события. Сейчас Тонган и Льбо опубликовали эксклюзивный репортаж, он так и называется. По словам, как они говорят, полицейского участка Юнсан, уровень алкоголя в крови Юнги составил 0,227%. И я видела все эти дискуссии в комментариях под прошлым роликом, где люди, которые не особо в этом разбираются, пытались мне объяснить, что это же просто выпитый кефир или что-то подобное, путая проценты с промиллями. И хочется сказать, что промилле, ребята, просто отнимайте один нолик от того процента, который указан, потому что люди видели цифру 0,08, смотрели 0,08 промиль, и естественно получали, что это совсем мало, но там получается умножьте на 10. В любом случае, все эти спекуляции сейчас продолжаются, несмотря на то, что в прошлый раз я сразу же вам сказала, что точная цифра уровня алкоголя в крови Юнги не была названа, и эти 0,08% исключительно обозначают рубеж, при котором могут забрать лицензию на вождение. Но люди почему-то посчитали, что это тот самый уровень, и ссылались, что это по сути он там или кваса выпил, или кефира, или вообще что-то там безалкогольного пива. Сейчас, когда эта информация от Инган и Льбо распространяется в интернете, в принципе, я уже анонс публиковала в Телеграм-канале, я все еще вижу всякие разные спекуляции по поводу того, сколько же выпил на самом деле Юнги, и некоторые считают, что это, как я уже сказала, кефир, другие говорят, что это, в принципе, бутылка водки. И, естественно, я ссылаюсь прежде всего на законодательство Южной Кореи, в котором сказано, что допустимая норма уровня алкоголя в крови составляет 0,03%, то есть 0,3 промилле. Если оно уже превышает, то, соответственно, тут положен штраф, если более 0,8 промилле, то есть 0,08%, соответственно, это уже может грозить лишением прав. Более того, здесь в статье более подробно рассказывается, какие последствия могут быть связаны непосредственно с этим. Давайте я вам озвучу. По действующему законодательству, если вас поймают за рулем электросамоката в нетрезвом виде и уровень содержания алкоголя в крови составляет 0,08% и более, но до 0,2%, то есть до 2 промилле, вы можете быть лишены свободы на срок на 1 год, но не более 2 лет, или оштрафованы на 10 миллионов вон. Я вот здесь вам приблизительно напишу, сколько это в долларов, там порядка, ну, в общем, больше 7 тысяч долларов. С другой стороны, если уровень концентрации алкоголя в крови составляет 0,2% или выше, вас могут приговорить к тюремному заключению на срок от 2 до 5 лет или к штрафу в размере от 10 до 20 миллионов вон. По данным полиции, административные меры по отзыву лицензию Шуги, Юнгей, да, еще не предприняты. Если вас поймают за вождением в нетрезвом виде, содержание алкоголя в вашей крови превышает 0,08%, ваши права будут отозваны, и вы не сможете повторно получить права в течение одного года. Собственно, вот сейчас по этому поводу ведутся всякие разные дискуссии в интернете. 0,227, получается, да, процента. Это 2 с лишним промилле, и это считается сильным опьянением, исходя из законодательства Южной Кореи. Вообще все эти обсуждения по поводу лишения свободы и так далее сейчас активно обсуждаются в разрезе того, что это же Юнги, который еще 3 дня назад, 4 дня назад, да, у нас был всемирной иконой для подражания. То вот сейчас люди прям смакуют эту новость, но мне хочется упомянуть, что, в принципе, полиция сразу же призналась, что это был первый и единичный, по сути, как бы случай для Юнги, когда он был замечен в нетрезвом виде за вождением чего-либо. Также были всякие разные дискуссии по поводу того, что, да, какая разница, самокат это или скутер, да у нас же ж ездят и все нормально. Нет, ребята, ездить пьяным за рулем это ненормально, я свою позицию по этому поводу уже высказала. И да, говорят, что скутер, на котором ехал Юнги, скутер это или какое-либо другое механическое средство, он может развивать скорость до 30 км в час и, соответственно, может расцениваться как достаточно серьезная угроза, которую он мог бы создать на дороге или врезаться в кого-то, да, или сам пострадать. Поэтому, конечно же, будем следить за развитием данной ситуации, но хочется также упомянуть тот самый пост, который опубликовал нам Джун. Поход был совсем оторван от реальности, вы знаете, что он сейчас активно служит в армии, он у нас в оркестре военном, и он просто хотел порадоваться по поводу достижения его альбома с его седьмой строчечки в чартах альбомов от Джинус. Он попал в топ-25 на седьмое место, и вот сториз он опубликовал, но очень быстро удалил, потому что люди сказали, как ты вообще сейчас можешь обсуждать это, когда твой собрат по команде вот такое очебучил. Хочу сказать спасибо Авиатам, кто стал спонсором сегодняшнего новостного выпуска. Сообщение ваше прочитаю, которые пришли ко мне по донату. Прежде всего, Настюшка, ты написала так, счастлива видеть каждый твой выпуск и пост. Спасибо тебе за титанический труд и сердечко. Сложно мне назвать, конечно же, свой труд титаническим, но сердечным. Назову свой труд сердечным. Спасибо большое, что ждешь моих публикаций. Конечно же, за поддержку отправляю тебе сердечки. Еще одно сообщение, нам нужно так сказать много-много всяких разных сообщений, получила я от Саши. На донатах ограничения в 200 букв, да, там в форме есть ограничения, поэтому пришлю 4 отдельно по частям. Первое. Привет, Ари, спасибо за видео. Признаюсь, сначала только следила за одной группой, а как нашла твой канал, было очень интересно нырнуть в весь мир кей-поп и узнать о других группах и исполнителях. Хотела поделиться своим наблюдением. Я слушаю музыку через iTunes, Apple Music и иногда включаю топ 100 в Корее. Так вот, недавно заметила, что почти все песни New Jeans есть в этом топе и занимают очень даже высокие позиции. Что интересно, не только недавние релизы, а также дебютные песни и бисайды. Я очень нейтрально в конфликте с Hype и Minhee Jin и просто наблюдаю, как все развернется, но все же вижу, что музыка девочек стремительно вспыхнула вверх после всех этих разбирателей, что думаете. Вот такое сообщение у тебя получило. Прежде всего, конечно, хочу сказать спасибо тебе большое за поддержку и за такое количество сообщений, спасибо, что ты их пронумеровала. Что касается самой ситуации, скажу так, да, в принципе, было не секретом, что Minhee Jin покупала определенные плейлисты. Плюс ко всему, для меня лично музыка о New Jeans, кто бы сейчас что ни говорил, она остается музыкой, которую мне приятно слушать. Поэтому я не считаю, что музыка у New Jeans недостойна. Она имеет свое определенное очарование. Вместе с тем, как я уже сказала, Minhee Jin ранее, стало уже потом известно, да, скупала, например, на споте плейлисты определенные, которые продвигали музыку в плане количества стримов. И уже это является вирусным маркетингом, который проталкивает песни, привлекает к ним внимание, и люди уже так или иначе идут глянуть. А кто же такие New Jeans, начинают слушать музыку, подсаживаются, в общем, дает возможность людям узнать про эту музыку. Поэтому, возможно, где-то приблизительно и таким образом, то есть какие-то определенные рычаги влияния вирусные использовались, Minhee Jin или Ador, нужно отдать то должное, компания делает свою работу. Было ли здесь место манипуляции чартами, я судить не буду, потому что у меня для этого недостаточно оснований, знаете, разбрасываться какими-либо по этому поводу мыслями. Я не знаю, сказать не могу, но в принципе, да, как я уже сказала, я считаю, что здесь сделаем, возможно, не только в удачности песен New Jeans, но и также в тех оригинальных, достаточно необычных, непривычных для кей-попа методах продвижения со стороны компании, которые она использует, да, повлияли, стали рычагом того, что какие-то определенные бонусы в продвижении получили девчонки New Jeans. Ваше мнение, конечно же, по этому поводу буду ждать в комментариях. Еще раз благодарю тебя за вот такую вот поддержку меня и моего канала, что ты меня смотришь, да, на этом, естественно, как обычно, вот такая большая царанхэ отправляется сегодняшним моим спонсорам, а теперь возвращаемся к новостям. Перед тем, как перейти к обозрению Банши Хёка и Мин Хи Джин, давайте еще чуть-чуть про хайп, но только в разрезе Су Йон, потому что эта девушка, если вы помните, она участница группы Айдол, лидер не так давно во время своего концерта бросила, как будто бы тень на свою компанию Кюб, и такой намек, что она может, в принципе, в ноябре и не продлить свой контракт. Были определенные пояснения, ей опубликованные после этого, что она честно говорит о том, что она думает, что, в принципе, компания видела, что она планирует что-то такое сделать, то есть, ну, они холодно к этому отнеслись, не обратили на это внимания. Но, в общем-то, она достаточно образно и вместе с тем профессионально поделилась своим взглядом на происходящую ситуацию без каких-либо острых углов. Сейчас же появились обсуждения, что, возможно, она может пополнить семейку Хаев. Это исключительно слухи, но речь идет о кост-интертеймент, где, сказать, она, в принципе, зико в достаточно хороших отношениях, и что, возможно, он хочет сформировать вокруг нее какую-то новую группу. Что для меня достаточно удивительно. Мне кажется, если бы Су Йон сейчас продолжала как-либо вне границ Айдол, то это должна быть сольная исполнительница. Но, опять же, не мне решать, должна кому, что должна вообще, да. Это исключительно мое такое видение, да, мои какие-то ожидания, то есть, вот, они немножечко не сошлись с тем, что сейчас говорят эти слухи, но они не единственные. Говорят, что очень сильно хотят ее к себе сейчас заполучить. Big Planet Made, то самое агентство, достаточно такое скандальное на данный момент, потому что вовлечено во многие скандалы. Я, напомню, не так давно подписал контракт свой с этим агентством у нас с Тимин. Также, вот, как одна из дочерок головной компании, управляющей еще и лейблом Дакеона, да, и X-O-Chin Backseat тоже громко нашумели некоторое время назад. Но, в любом случае, мне прям интересно, как разрешится эта вся ситуация с Сойон. Мне бы, в любом случае, хотелось, чтобы это было в пользу, прежде всего, нее, и никак не задело ни фанатов, ни остальных участниц, в общем-то, чтобы у всех все сложилось. Ну, дошли мы до Банши Хиока и девочек, те самые девочки Биджеи. Если кто-то не знает, объясню, кто такие Биджеи. Биджеи — это девчонки, которые ведут прямые трансляции на Африка Ти Ви, и зачастую, ну, мне сложно назвать их девочками легкого поведения. Тем не менее, это, знаете, такая грань, ну, типа, он ли фанца, я не знаю, да, как это обозначить. Ну, то есть, они достаточно откровенно могут себя вести на видео, демонстрировать всю красоту женского тела. Они получают спонсорскую поддержку непосредственно от своих зрителей, которые им донатят. Это все в виде шаров, собственно, там. Ну, не буду, в общем-то, останавливаться. И там много очень популярных девушек, которые зачастую зарабатывают таким образом больше, чем будущие некоторые из них. До этого бывали айдолами в айдол-группах и говорят, что вот жизнь, собственно, только и началась, на кусок хлеба теперь стали зарабатывать. В отличие от тех копеек, грошей, которые мы получали или вообще не получали, стоя на сцене. Ну, в общем, вот такая вот категория девушек присутствует и достаточно популярна в Южной Корее, в частности, среди мужского населения. И вот не так давно один из роликов на YouTube был опубликован просто, и, насколько я поняла, был случайный ролик, который обозревал Беверли Хиллз. И в один из кадров попал Бан Чихо, который идет за двумя девчонками. Одну из них сразу же опознали, как как раз-таки инфлюенсера, девушку с Африка ТВ. И более того, она не так давно участвовала в каком-то шоу, как известный инфлюенсер. Стоит ли мне упоминать, как ее зовут? Ну, давайте, в статье приводится, поэтому, пожалуй, схожу. Джу Сойон. Вот под таким именем она известна. Никнеймом. Также еще распространилась фотография, где Бан Чихо фотографирует одну из девушек. Собственно, вот. Критика. Масса критики посыпалась сейчас на Бан Чихо. Фу, какой. Как так можно? И все дела. Но я не совсем понимаю. Блин, если бы он был женат, и у него была куча детей, окей. Но какая вам разница, как он там проводит свое время, кого он водит по ресторанам? Там, кстати, одна из девушек опубликовала фотографию из ресторана. Говорят, очень богатого. Но я не знаю, сколько он богатый. Но в любом случае, да какое вам дело, с кем он общается? Ранее уже были новости, что он где-то тоже гулял с какой-то молодой девчонкой. Да и в принципе, кому-то нравится ходить по богатым ресторанам. Кто-то заводит себе дружбу с приятельными людьми. Я не могу понять, кому вы тут завидуете. Бан Чихо или непосредственно девушкам. Но люди прям изливаются, понимаете, токсинами. Более того, начали писать одному из главных спонсоров этой девушки. Потому что он более всех задонатил ей. Мол, мы знаем, что это ты, Бан Чихо, признавайся. Короче, вы колупали все нервы. Этот человек написал, да отстаньте от меня. Я не Бан Чихо, вообще живите свою жизнью. И вот это, знаете, довольно странно. Бан Чихо это или нет. Но есть же вариант, что это не он вообще. Но я имею в виду донатил. Потому что личность анонимная. Чего вы к нему цепляетесь? Чего вы лезете к кому-то? Ну, блин, без каких-либо доказательств. Супер странно. Ну, хорошо, что по этому поводу достаточно быстро стали почищаться всякие разные комментарии и посты. Контент был изъят в связи с тем, что это нарушает границы личной жизни Бан Чихо. И запрос исходил со стороны хайп. Естественно, все это тоже спровоцировало очередную волну негатива. Мол, а что такое по поводу Мин Хи Джин? Мы переписки личные распространяем, а у нас оказывается своя личная жизнь неприкосновенна. Ну вот, где-то приблизительно вот такие были статьи. Чего еще по этому поводу? А, то, что Биг Хит также опубликовали заявление. И я хочу спросить, зачем? Они там как-то объяснили эту ситуацию, что Бан Чихо встретил знакомых. И они исключительно там общались, он дал несколько советов, как избежать надувательства в этой сфере или еще что-то такое. Короче, мне не важна суть, но фишка в том, что Биг Хит Мюзик, вот зачем вы пишете эти объяснения? Вы что, закон нарушили эти девушки? Ну как, ну что? Что, зачем? Я не понимаю. Ну и это, естественно, спровоцировало новую волну, потому что люди тут же припомнили. А как же ваша проза по гнозе? До сих пор не могу выговорить нормально это название болезни. Это та самая болезнь, которая не дает возможности узнавать людей в лице, запоминать людей в лице. И тут же, естественно, поднимается вся эта тема по поводу того, что Бан Чихо игнорил девочек Нью Джинс, когда они его приветствовали, когда они ему кланялись, он делал вид, что он их не узнает. И все, говорят, что такое? Уже излечился? Как так? Короче, вот, знаете, токсичная такая тема пошла. При том, что многие статьи распространяют это с таким контекстом, дескать, ранее Бан Чихо признался, что он, собственно, страдает этой болезнью, ну в качестве своего какого-либо алиби, почему он девочек Нью Джинс не узнал. Но я хочу напомнить, что такого не было. Это слова Пак Дживона, директора, генерального директора Хайп, и то сказанные даже не им. Сказанные эти слова были родителями девочек, которые сказали, что, мол, вот Бан Чихо не узнает наших девчонок или игнорируют их, на что Пак Дживон, их слов, им ответил, что, ну не знаю, может быть, была какая-то причина, может быть, он просто там лица не узнает или еще что-то. Было ли так на самом деле, так ли именно это было сказано? Это не является постановкой диагноза. Но хочется отметить, что в тот момент, когда это было опубликовано, даже многие армии разносили этот нарратив в качестве какого-либо оправдания, что, дескать, Бан Чихо не пренебрекал Нью Джинс, и он вот болеет. Ну, то есть, получается, как бы, да, вот такая ситуация. Ну, к чему это вспоминается? К тому, что, ага, сейчас он встретил, значит, знакомых девочек Биджеев и узнал, а что такое? Ну, блин, какой-то бред, просто высосанный из пальца. Давайте подробнее поговорим теперь про Мин Хи Джин и непосредственно ту ситуацию, которую она не так давно рассматривала. В своем инстаграме в сторис я опубликовала большое видео, где мы с вами разбирали всю эту 50-страничную историю со скриншотами переписок, где обсуждалась девушка Би, которая работала в Адор, и пожаловалась на сексуальные домогательства и вообще, в принципе, на плохое к ней отношение со стороны начальника Эй, стоящего над ней выше, но подчиненного Мин Хи Джин, и что были определенные жалобы с ее стороны. Все это рассматривалось на уровне хай, потом дело было занято. Потом диспатч опубликовали, не только, кстати, диспатч, опубликовали переписки, где Мин Хи Джин, общаясь с кем-то, значит, поливает грязью эту девчонку. Кстати, она же уволилась. Ну, короче, все дела. И обозревая как раз-таки вот те части, которые опубликовала Мин Хи Джин, я говорила, что некоторые сообщения были заблюренные, типа это рабочий контент, который не подлежит, собственно, публикации. Тем не менее, я, ну, то есть она, да, постаралась вам всячески сохранить весь контекст, даже если где-то вода, для того, чтобы ничего не править. И вы посмотрели, как это выглядит на самом деле, в отличие от того, как, собственно, извирает все эти сообщения диспатч. И я уж говорила, что в тот момент у меня прям сложилось впечатление, что, в принципе, порешалось все нормально и спокойно, что сама девушка достаточно часто благодарила Мин Хи Джин и выказывала ей какое-либо уважение о своих сообщениях. Но вот сейчас появился пост в Инстаграме, который опубликован предположительно той самой сотрудницей Би. Никаких подтверждений о том, что именно она нет, но, тем не менее, по манере ее высказывания, либо это кто-то очень хорошо постарался, собственно, и создавил это все с колокольни хорошего понимания в ситуации, либо это действительно она, не буду утверждать. Тем не менее, там тоже достаточно длинное сообщение, не буду вам его всего зачитывать, остановлюсь на опорных моментах. Девушка обвиняет Мин Хи Джин в том, что та не выступала, на самом деле, никаким посредником, а объединилась с начальником Эй для того, чтобы, собственно, загнобить, затравить ее и сделать так, как, собственно, ей хочется. Что она публиковала не только вот эти вот обзывательства, которые могли видеть в Диспатч, но она, в принципе, использовала такие термины в обзывательствах повседневной жизни, называя ее и психованной, и сумасшедшей сукой, и всякое-всякое разное, что это, типа, была норма. Но почему, собственно, она так хорошо какое-то время относилась к Мин Хи Джин, и почему она вообще хотела работать в Эдор? Дело в том, что она говорит, я была, ну, не то, что прям фанаткой Эдор, да, но я очень сильно горела этой компанией, и Мин Хи Джин для меня была человеком, как талантливейшим продюсером иконы для подражания, и поэтому я очень долго это все как бы переваривала, но в конце концов поняла, что я куда-то, наверное, не туда смотрю и не так этого человека вижу. И получается, она ее обвиняет в том, что та, во-первых, перевирала сами сообщения, что многие контент, который надо бы показать, где действительно отражается правда того, что ей говорили и как на нее давили, скрыт просто под посылом, дескать, эта рабочая информация. То есть, получается, вот так хитро, как говорит сама девушка, была искажена информация, поданная Мин Хи Джин. Вместе с тем, получается, что эту всю переписку она опубликовала Мин Хи Джин без какого-либо согласия самой этой девушки, говорит, что со мной никто не связывался и все дела. Также она рассказывает, что после того, как вся эта ситуация на уровне хай была разрешена, Мин Хи Джин всячески повлияло на то, чтобы решение было таким. И не было совсем, знаете, ни признания, ни вины господина этого начальника Эй. Хай проспорядились, чтобы Мин Хи Джин сделала ему там выговор или еще что-то. Но никакого выговора со стороны Мин Хи Джин не последовало. Более того, она говорит, эта девушка, что я как жертва, мне очень тяжело было находиться рядом с начальником Эй. Я старалась от него дистанцироваться. Но Мин Хи Джин как раз-таки была тем, кто старалась нас столкнуть, хотела постоянно встретить, чтобы на нем присутствовала она. Этот начальник Эй также девушка, это работница. Более того, она иногда пыталась привлечь того самого рекламодателя Си, который упоминался. И то есть это все являлось своего рода давлением на нее, чтобы задавить своим авторитетом и поставить ее на место. Были всякие разные другие детали о том, что же именно является тем самым сексуальным домогательством, было ли что-то еще, я не знаю. Тем не менее, прозвучала такая фраза. Ее адрес со стороны начальника Эй. Дескать, компания молодой женщины куда приятнее, чем компания одиноких двух мужчин, где-то там обедающих. Ну, в общем, каким-то таким планом это преподносилось, ссылаясь на то, что вот рядом с девочкой создается нужная атмосфера для того, чтобы приятно пообедать, не то чтобы там с мужчинами. Что, собственно, она расценила как сексуальное домогательство, но претензия была не только в том, и не только в отношении к ней, потому что этот начальник Эй с ее слов, он донимал очень многих, он был очень требовательным. То есть, далее, в последующем она также, если это она, опять же, я говорю, что ее личность не подтверждена, опубликовала подтверждение, в котором видно, как он отчитывает ее в какао-ток за то, что она недостаточно быстро ответила на сообщение Мин Хи Джин. То есть, речь идет о чем? О том, что Мин Хи Джин написала свое сообщение в 13.00, девушка ответила в 13.01. Когда начальник Эй ей сказал, ты чего так долго отвечаешь, она говорит, ну у меня вообще выходной, я не сижу прямо перед компьютером, поэтому задержалась с ответом. А он говорит, это все оправдание, посмотри на время, все дела. Короче, получается, что вот таким образом, стрессуя ее без конца и края, она говорит, я находилась в настолько подавленном состоянии, и это давление авторитетное со стороны вышестоящих заставило меня на тот момент постараться этот конфликт, поскольку я все равно собиралась уже увольняться, свести полностью на нет и уйти, но тем не менее никаких извинений от со стороны начальника я, естественно, не услышала, и вот сейчас она хочет получить извинения со стороны Мин Хи Джин, а также начальника, и более того, просят их раскрыть корректную информацию, ту, которую они утаили, о том, как на самом деле обстояли все дела. Ну, ребят, если я какие-то моментики еще упустила, либо в будущем их дополню, либо опубликую в Телеграм-канале, потому что там достаточно много всего было, много очень рассуждений, много обиды, и в принципе это все звучит так, как будто бы действительно этот человек и является той самой, собственно, жертвой Би, сотрудницей Би. По этому поводу ни Мин Хи Джин, ни Адор, ни Хайп не опубликовали еще никаких сообщений, по крайней мере, на момент записи данного видео. Опять же, если что-то будет супер важно, я уже доставлю здесь где-то в самом ролике, но, в общем, либо уже обсудим немножечко с вами позже. И все-таки закончить мне хотелось к чем-то приятно, хорошим. Давайте уж раз мы так следим за девочками 50-50, беспокоимся за ее судьбу, по крайней мере, я, я знаю, что некоторые Айвики тоже. В общем-то, был опубликован тизер, где были показаны лица теперь всех пяти участниц, кино мы с вами знаем. Некоторые девочки оказались под подозрением, несмотря на то, что их лица были засекречены, заблюрены. Сейчас их лица были показаны. Более того, на официальном аккаунте 50-50 в Экси, то есть в Титере, был некий рьебус опубликован с представлением участниц. Здесь обозначено кино. Также Чан Илли Мун, если я правильно произнесу свое имя, Ивон, Хана, неизвестная никому ранее участница, еще одна неопознанная, в общем, девушка. Собственно, люди поглядели и почему-то решили, что это Лим Харам, предположительно. То есть девушка, которая известный инфлюенсер с ранних каких-то лет, не знаю. Но, в общем, можете посмотреть на их мордашки, люди в восторге. Говорят, боже, а почему они все такие красивые? Я согласна, у них есть своя определенная аура. Более того, мне очень нравится тизер, мне очень нравится то, что вроде бы как продолжается линия 50-50, подхваченная изначально, но тема немножечко углубилась туда, больше куда-то фей, да, чего-то такого легкого, нежного, воздушного, волшебного, даже, да, тот момент, где они сидят на качеле, с другой стороны надпись, и эта качеля уравновешена. Мне показалось решение очень прикольным, но пока я смотрела тизер, интуитивно я постоянно где-то ждала внезапного развития событий, где начнется что-то такое, да, в отрыве от того, от той атмосферы, светлое, в которую нас погрузили. Я в огромнейшем предвкушении буду ждать, конечно же, ваше мнение по этому поводу в комментариях. На этом моменте хочу поблагодарить Авиат, кто поддержал этот выпуск своей спонсорской поддержкой, кто не забыл поставить большой пальчик вверх. Всех-всех-всех благодарю за то, что вы участвуете активно в обсуждениях. Напоминаю про телеграм-канал, посвященный кей-попу, также мой личный блог, где я стараюсь быть активна, но пока что не очень активна, но я планирую в ближайшее время исправиться. И на этом пока что все. Саран Саран, с вами была Ари Ран. Люблю вас с собой. Пока-пока-пока.